20 октября 2023 года исполняется 100 лет со дня рождения замечательного немецкого сказочника, фольклориста и педагога Отфрида Пройслера. Произведения писателя переведены на многие языки и до сих пор очень популярны и любимы в разных уголках мира. И это неудивительно. Со страниц его сказок водяные, лешие, колдуни, привидения и другие фольклорные персонажи, которыми традиционно пугают детей, приходят к юным читателям добрыми друзьями, такими же непосредственными, озорными, любознательными и совсем-совсем не страшными. Библиотека номер 7 Маймаксанского лесного порта предлагает вашему вниманию видеообзор, который поможет вспомнить забавных героев сказок Отфрида Пройслера, их приключения и проделки. Отфрид Пройслер – немецкий писатель, автор популярных детских произведений, многие из которых были неоднократно экранизированы. Он родился 20 октября 1923 года в чешском городе Райхенберг. Его отец хорошо знал историю родных мест и передал увлечения краеведениям сыну. Сразу после школы Отфрид отправился на фронт, а за год до окончания войны попал в плен к советским солдатам. Освободившись в 1949 году, он разыскал семью и невесту, с которой вскоре сыграл свадьбу. До конца 1960-х годов Пройслер преподавал и занимал должность директора в одной из школ Баварии. Работая учителем, Отфрид начал писать сказки. В качестве героев он выбрал отрицательных персонажей и показал их с положительной стороны. За годы творческой деятельности преподаватель написал более трех десятков книг, которые были переведены на 55 языков. Многие работы были удостоены престижных литературных наград. Наиболее популярными считаются следующие произведения писателя. Маленький Водяной Маленький Водяной живет в пруду вместе с другими сказочными обитателями. Карпом, Купринусом, русалками и другими водяными соседями. Он очень добрый, совершенно не страшный и хочет всем сделать добро. Но ведь в пруду живут и злые обитатели, и поэтому с Маленьким Водяным случаются самые разные приключения. Маленькая Баба-Яга Маленькая Баба-Яга умеет колдовать не хуже других. Например, может заставить летать любую метлу или вызвать дождь из пирогов и еловых шишек. И хотя ей всего 127 лет, для ведьмы это совсем юный возраст. Однажды она получает задание сделаться лучшей колдуньей за один год и сдать экзамен. Как же с этим справиться? Ведь то, что считается обязательным для ведьм, совсем не в ее характере. Эту веселую сказку читают дети во всем мире. Неуловимый разбойник Ход-Цеплотс разгуливает по округе. Население в панике. Полиция бессильно в его поимке. И вот средь белой дня совершено новое преступление. Ход-Цеплотс крадет кофемолку и доводит бабушку Касперля до обморока. Больше не в силах терпеть безнаказанность преступника. Касперль и его верный друг Сеппель решают сами отыскать и поймать злостного нарушителя. Вот только разбойника не так прост, как может показаться на первый взгляд. И у него припрятан не один туз в рукаве. Удастся ли поймать Ход-Цеплотса, вы узнаете, прочитав книгу «Разбойник Ход-Цеплотс». «Маленькое привидение» из сказки известного немецкого писателя Отфрида Пройслера живет в старом замке и просыпается с полночным боем курантов. Но однажды куранты останавливаются на целых 20 часов. Что из этого вышло и почему жизнь целого города пошла кувырком, читатели узнают в книге «Маленькое привидение». Приключения маленького гнома Хёрби Веселая история о гноме Хёрби и его удивительной шляпе, которая может становиться то укрытием от дождя, то хранилищем еды, а то и лодкой. Однажды любопытный Хёрб решает посмотреть мир и отправляется в невероятно опасный с гномией точки зрения дальний лес, где обитает прожорливый плампач. Каково же было его удивление, когда вместо чудовища он встретил друга. Вершиной писательского мастерства «Безурный мастер остался в живых». Долго ли будут крутиться жернова старой мельницы? Это знает только один ученик, и он готов сразиться с колдуном за своё счастье. Все эти книги от Фридо Пройслера вы можете найти у нас в библиотеке. Спасибо за внимание!